Здравствуй, зритель! Сейчас я тебе обозрю, что я купил. А ещё часть того, что мне подарили. Ну, на самом деле, я купила на то, что мне подарили, а ещё просто то, что я купила, и ещё такая же, примерно, как подарили. Была я сегодня на часовом, в Добрине там, оказывается, есть всякие магазины. Ну, как бы они там и раньше были, но я там так давно не была, что даже не в курсах. А ещё в некоторых магазинах, вот знаете, бывает напрягает, когда вы придёте, только вошли, и вам пытаются продавить что-то, впинтюрить. А бывает, вы вроде как и заинтересовались, и хотите спросить, и чтобы вам что-то посоветовали, а вас так усиленно игнорят. Вот в некоторых магазинах косметики всё-таки, если видите, что человек заинтересовался, и даже у вас что-то спросил, спросите, что я могу вам, может быть, я вам могу что-то посоветовать. Что я могу вам посоветовать, или может быть, вам что-то предложить. Вот как-то так, а то и как-то, ну... Конечно, у вас там была пара покупателей, но, мне кажется, покупателей лишний не бывает. Ну да, допустим, эти все подробности В общем, зашла я сначала в Ивановский трикотаж Мне близкий, не родственник, но близкий человек посоветовал Там посмотрел, типа, скидки А действительно, скидки написано на дверях Добрения, что типа 70% скидки, распродажа, бла-бла-бла Ну, распродажа, наверное, потому что там По большей части остались, а где один размер, где другой Ну, не все размеры Чем конкретно там у них, каким местом это называется распродажа, я не поняла Потому что вот магазин, где я последний год одежду покупаю и обувь Ну, так вот, по большей части, большую часть всего там вот покупаю Там как-то действительно видно, что если написаны скидки, там 50% от цены, то так это видно А если тут написано, там, допустим, 30% от цены Вот я работала в магазине у сестры Если мы писали 30% от цены, то действительно 30% эти вычитали И как-то, если у меня даже покупали какую-нибудь шапочку Вообще одну какую-то вещь Я ее стабильно в пакетик с ручечками упаковывала И не делала ведь так, что покупатель не покупатель В общем, видимо, там как-то у них, наверное, такой большой поток покупателей в это давление Что именно в тех магазинах, что покупатели неценны Зашла я в аптеку, значит, между делом Думаю, гляну на эфирное масло Мне как бы ничего не надо было Но я не рассчитывала, что там будет эфирное масло роза Тем более, мои любимые марки Тем более, чуть дешевле, чем я ее покупала 4 года назад Розовое масло эфирное 10 миллилитров 266 рублей Роза Натуральное масло Сделана она у нас в декабре прошлого года Три года живет Вот она, наша роза Действительно роза И она, вот я до этого покупала Радуга Араватов У нас в аптеке То, что там мелким внутри было написано, что 20% розы Остальное какое-то загадочное масло Я просто не помню, какое Оно как-то было внутри А на упаковке сверху было чисто 100% масло розы В общем, вот тут-то хотя бы понимаешь, что розы Но я с ними 10 лет знакома, если не больше Отличная марка Натуральное масло Город Солнечногорск Ой, блядь, Московская область Состав эфирное масло розы Косметическое 100% Вот Теперь она у меня есть Ну, я, короче, увидела Мне там продавец аптекарь говорит Что-нибудь подсказать Я говорю, да нет, я уже увидела то, что Хотела купить, но не ожидала увидеть Ну, еще глянула, но поняла, что уже Вот, ну, как-то то, что Не то, чтобы оно надо Оно иногда надо, но Не настолько Я сейчас помню, что какое-то масло Я помнила, что мне надо купить это масло Но я совершенно забыла на тот момент И сейчас вот забыла, что мне его надо было купить Но его, по-моему, там и в наличии-то не было Но в итоге я купила масло розы А остальные, вот которые там виноградные Косточка, еще что-то Это в любой аптеке, в принципе, есть Масло розы Вот, что я купила себе Помела две футболочки Одинакового размера Хотя вчера мне близкий человек сказал, что у меня давно уже не сорок сорой Потому что я и ее дочка уже как бы Давно уже не шестнадцатилетние школьницы Поэтому у нас У меня как минимум пятидесятые Я не знаю, как в размерах Я в них не понимаю Я говорю, футбол Вот это вот покупала Домашний костюм На нем написано было сорок второй размер Оно у меня даже слегка свободно Он said, что купила, зато отдала Короче, я померила сорок четвертый размер И сорок четвертый Ну, точнее, сорок четвертый И 44-й tweets falei 46 И вот 44-й Тире 46-й мне был Очень сильно впритык Ну, как бы в облипку Все хорошо было бы Я выбрала белый Если бы она была, допустим, другого цвета Может быть, не так была Но оно вроде как 95% хлопок, 5% лайкра, оно просвечивало Хотя вот так смотришь, такой плотный материал У меня есть подобный материал, есть двойная, так сказать, футболка На которой карельская рисунка от карельского панка Лоухи Жуликов прогонили Как-то так, я иногда её одеваю, вот она плотная такая Ну, в ней в жару жарко, летом, ну, как-то так вот Плотная, двухсторонняя И вот тут такое же ощущение, что там не 5% этого лайкра, а все 95% хлопком так, чуть-чуть напылили И оно Ивановское, ну, видимо, в России Ивановская область сделает кучу всяких фирм Ну, наверное, куча всяких каких-нибудь фирм или марок И они называются не по-русски, а как приспичит Как случилось Видимо, чтобы задурить покупателя, и покупатель будет думать О, это какая-то западная крутая марка, сейчас её куплю В общем, 390 рублей футболочка Которая в итоге купила, где тоже 5% лайкра Но она как-то вот, ну, чувствуется, что это лайкра есть Но хотя бы чувствуется, что тут и хлопок Пахнет как-то так, она слегка странненько, говорят, тут обычно с китайских сайтов приходит что-то и так примерно пахнет Вот, оно не с китайского сайта, оно с Иванова 390 рэ Байкуан Хотя вот я бы подумала, что это Китай Байкуан, но там вот ещё бирочка такая была Что типа этот Сделано в Иваново А вот здесь вот другая бирочка написана Сделано в Китае Так что, я так поняла, там этот магазин Ивановского трикотажа Видимо, по большей части только одно название Там, где я покупаю вещи Там действительно, помимо Китая И непонятно чего Есть очень много русского производства И именно вот этого Ивановского трикотажа Ну, в общем, чего-то там из Ивановской области И там это написано Ивановская область Ну, Ивановский трикотаж И на бирочке везде написано Ну, в общем, вот Якобы Ивановская область Сделанная в Китае Не знаю, может Байкуан Это какая-то российская марка Сделанная в Китае Ну, Эйвен делают какую-то часть Китая И Фраше делают какую-то часть Китая В России есть И вот, насколько помню Кажется, Твое или Глория Это что-то такое С филиалом в Китае Я как бы не против Китайцы уже много чего делают И они давно уже По большей части что-то делают Намного качественнее, чем кто-то еще Тут главное велосипедик Вот И не то, чтобы тут велосипедик Я что-то ее увидела Я смотрела по размерам И поняла, что там вот этого 42-го нету Бима, потому что у меня 40-50-ый теперь А есть Максимум Минимум 44-й Терри 46-й Ну вот 44-й Это вот У нас Я помню В классе 5-м Я на уроках Отвечаю Преподу На французском Типа Там надо было ответить Какой у меня размер Я говорю 44-й Он говорит 44-й Это общепринятый У тебя, наверное, там 40-й Типа надо Или еще какой-то Типа Вы еще дети 44-го Быть не может Еще рано 44-го Ну вот Теперь у меня 50-й Оказывается Так как я в размерах Не бельмеса То Тоже опять же За что купила Что мне вчера сказали Так Вот Такая вот Маечка Она мне понравилась Теперь у меня есть Две футболка Новеньких Одна футболка Как я год Наверное С чем-то Ну она хорошая Новая Я там Как-то зацепила Правда Один стразик Ногтем Думала Одно Зацепила Оказывается Стразик Точнее Я даже не поняла Что это я зацепила Но он как-то Такой рисунок Что там даже Незаметно Что этого стразика Нету Потом Еще у меня Вот эта футболочка Все Жить можно Потом Когда приспичит Или будет Я думаю Ближе к весне Наверное Ходить Надо идти За этими Легкими одеяньями Пойду в этот Свой любимый Магазин Смешные цены Распродажа Все На 50% Скидка В связи с закрытием Чего-то там Последние года Год с лишним Они все еще Открыты Но я считаю Что это заманиловка Не только я так считаю И посмотрю Там Что-нибудь Потому что Последний раз Я была Там что-то Вот нового Такого вот Конкретно летнего нету Хотя на выходе Я видела купальник У меня купальник Вроде пока рано Я еще Не смотрела В каком состоянии Мой франшевский купальник Так что вот И вот Что мне вчера Подарили Помимо прочего Это сделано В Бангладеше По-моему Тут 100% хлопок Ну и на ощупь Кажется хлопком Кроп Кромком Л Причем У нее Еще с этой стороны Где-то тут Было написано А нет Это я перепутала Это другое Там еще Там еще просто Одна вещь была На ней была Записана Одзи Ну вот тут Это у нас Круп Ком Другая По телу А это слегка свободно Кусочек ниточки прилип Мяконькая такая футболочка Люблю вообще такие футболочки мяконькие Еще футболочка И что я сегодня еще купила Потом я зашла в один магаз Ну а что-то так думаю Ко мне собирался человек Но потом человек написал, что возможно не соберется А потом снова написал, что снова собирается И у меня, грубо говоря, был час свободный И туда, куда я еще хотела А в итоге я не зашла, решила, что лучше потом туда зайдут Я не была уверена, до сих пор не очень уверена Потому что в том месте не очень ориентируюсь Туда ли я поняла Правильно ли я поняла направление или нет С подружкой думаю, если получится понедельник скажу Если не получится, то хотя бы у нее узнаю Где там и что Зайду сама Ну короче, у меня был свободный час Я увидела магазин, думаю, все равно тут это как-то уже сто лет не было Но вот так это зашла Смотрю обувь распродажа Думаю, у меня вроде обуви овер дофига Одни сапоги зимние Я даже не одевала в этом году, по-моему Что-то как-то вот влезла в эти ботинки с ушками Так и все И смотрю, магазин какой-то бытовухи Что-то взяла, туда зашла И смотрю, о, форма круглая 18 сантиметров вот этой окружности Значит, с разъемной фигней А я на зоне что-то хотела купить А ее что-то на тот момент мне было в наличии А потом я забила А потом я увидела Ну, я говорю, продавец, да, вот Типа она Последняя Штуковина такая Не то, чтобы мне ее позорить надо было Но вот она на меня смотрела и говорила Леля, ты хотела купить новые ножницы на кухню Потому что у тебя эти уже, ну так, через раз Уже последние лет 10 хреново режут Ты постирала, помыла, короче Когда я переезжала с той квартиры в эту То убирала вещи, ну, посуду И посуду прокипятила А некоторые вещи, оказывается, кипятить нежелательно было Ну, чтобы чисто они блестели, то есть все А мне ж тетя не сказала Она думала, что я знаю Я вообще первый раз такой хренью занималась И у меня с некоторых ножек Пластиковая ручка так вот по чуть-чуть крошится Думаю, все равно надо когда-то там новые покупать Ну, чтобы было И такую фигню я как бы хотела Но я не думала, что такие еще продают Я увидела, короче, оставила там 700 рублей с карты Мне положили все в пакетик Спасибо, сказали за покупку Спасибо, я сказала, за то, что я у них купила Короче, очень вежливый, до хрена, мужик, что такое Вот в ажуре Оптимальный вариант 50 на 50 Когда ты подходишь к касте с вещью А человек, это другой магазин На тебя вот, ну, мимо тебя вообще усиленно Так смотрит и не видит А я думаю, ну ладно, там у людей тут еще клиенты Может там не только Может только один продавец Может не только один продавец Может меня заметят Ну, думаю, я никуда не тороплюсь Я постою, подожду А тут как бы все Очень даже круто Короче, вот она Я не очень представляю, что такое разъемная форма Я про них потом почитаю Мне ее запаковали Она тут такая Жопка у нее такая вот Как пупышки сделанная Потом Испеку в ней, наверное, этот самый шоколадный тортик Который Пока Лёгки не начали испать Положили мне это все вот в этот пакетик Вообще у меня с собой был пакетик Ну, как бы сумочка Кукведовая в сумке Ну, я что-то это Я вообще туда зашла Так думаю, ну, гляну, что тут есть И что-то я еще искала Но я уже забыла, что Но этого чего-то там не было А, вот эту Покупала я у нас в люксе Но она как-то, ну Не очень удобная Или она как-то так сделана Что на старой сковородке Не очень Как бы нарезает Но свободно довольно Неудобная эта фигня Которая держит вот эти Сковородник, короче Вроде так называется И я, значит, еще увидела эту фигню Вот такая На палке напоминает Бритву Женскую Ну, или мужскую Долгоживущую С насадками В общем, держишь за эту палку И тут такая вот развилка И там еще такая фигня Лезвие эти Чистить морковку Картошку Я не умею ими пользоваться Может, в гостях Как-нибудь у кого увижу Попробую Я сегодня просто смотрела ролики По поводу мыла Или вчера смотрела Уж не помню Вчера смотрела Ну, и сегодня планировала Про это мыло записать До того, как узнала Что ко мне в гости собираются А потом, когда узнала Что ко мне собираются Ну, думаю, вечером Тогда запишу про это мыло В итоге у меня получилось так Что тут два с лишним часа В ожидании просидела Я не знаю, как у вас У меня лично так вот Когда ждешь что-то И тебе точное время не сказали И только сядешь Вот по себе, знаешь, что-то сделать Вот тут же ролик Так сразу явится Или там позвонит Или еще Ну, вот если что-то конкретное Ждешь звонка Или ждешь приходов И поэтому Как-то была в подвешенном состоянии Ни то, ни все Но в итоге Человек, который хотел Не явился Вообще, не знаю Явится, не явится Я еще сначала думаю Может, я к человеку Предвзято отношусь Потом подумала Если киданет Да и хрен с ним Ну, как бы это Расслабиться А потом уже так подумала Ну и Хэ с тобой В общем, полдня у меня вылетело В итоге Никуда Знала бы Дела, которые она планировала Сделала бы так Ну и В общем, посмотрела на эту чистилку Думала Хэ за как ей пользоваться У меня там есть Два целых ножа Один Ну, картошку чистить В крайнем случае Одним буду Чистить еду Другим буду Это мыло резать На ролик Там ножик просто есть Какой-то Я так поняла Можно канцелярским порезать При желании Он у меня есть В итоге я не купила Эту штуку Вот мне тут Паковал дядечка Так очень хорошо Копчиком Сейчас уже пакетик Это оказывается У меня есть Два халявных пакетика На эту Скотчевый-скотч Зафигачик К ним Туда Покажу И вот Та-та А вот она Как жопота Выгреет На такие штучки Ставится И тут дырочки До конца Оказывается Проходят Правда ножик Не до конца Просовывается В общем Тут пять ножей Ножницы Может надо было Как-то Я уже привыкла К тому Что мне нам говорили В каком-то ролике Что типа вот так Вот снимаете И пустые баночки Или еще что-то А то людям не видно А я одно время Делала так Чтобы было Удобно мне А то я показываю А потом показывается Что я показываю Но до камеры Оно не доехало Короче Может я сама Сейчас отъеду Немножко Я люблю Москву Слушайте Вот на пакетах Пишут Я люблю Москву А некоторые Идиоты Вот эти Города свои Не склоняют Почему-то Вообще От окончания Не меняются Допустим В городе Углич Причем Слышишь Иногда Это от таких Людей Которые Ну По умолчанию Должны быть До хрена Грамотными В общем Это у нас Молонии Нозык Острый Блин А еще Денечка Хотела спросить Думаю Острый Не острый А потом Думаю Наверное Острый Они же Продаются Как бы Должны быть Острыми В общем У меня Теперь Есть вот Такая Штучка Мечтая Йота Просто И ножницы Я их даже Тровать Не буду На остроту И так Можно Положить И так Можно Положить Вообще Круто И так Вот это Все Хорошо Сделано Но Не Занозится Ничего 500 рублей Удовольствие Учитывая Что у меня Лапа Слегка Трясется И они Наверное Трясутся Они такие Музыкальные Сразу Становятся Подъехала Поближе В общем Вот я Сходила Сегодня В магазин Грубо говоря Полторы Тысячи Меньше Ну где-то Так вот Оставила Еще потом Покушать Все заказала Примерно На сумму Того Что я купила Вот это Я даже Не знаю Как название Магазина Я Что-то Еще Так Подумала Блин Не глянула Есть у них Наклейка Принимаем Карты Нет Спросила У меня Как бы Была Там Наличка Но я Что-то Подумала Что Наверное Сейчас Тут Наберут До кучи Всего Там Даже Всякие Эти Фрютюрницы Хренюрницы Какие-то Грелки Вот Этой Ну Смысл Электрические Эти Плитки Всего Такого Маленький Такой Магазинчик Настолько Всего Вообще В общем Вот так Вот такие Праги С котятами Вы их едите Они Наверное Что-то делают Там Как-то Было В рифму Такой Стишок Я слышала Но я Не помню Что-то Не В общем Вот Всем спасибо За просмотр Усем пока